Всем привет! В этом видео поговорим о хроматической гамме, о правилах, которые вечно все путают. И постараемся разобраться в логике этих правил, чтобы этот вопрос у вас решился раз и навсегда. Поехали! Что говорит нам правило при движении вверх? Повышаются все звуки, кроме каких-то ступеней. Кроме каких, все начинают путать. Потому что не понимают почему. Во-первых, разберемся, как строится мажорная гамма. Повторим. Но я надеюсь, вы знаете. Это чередование тонов и полутонов. В каком порядке? Что у нас? Тон, потом тон, полтона, тон, тон, тон и полтона. Вот там, где полтона, там повышать не нужно. И я думаю, запоминать это в правилах тоже зачем засорять мозги. Что и так очевидно. Там, где полтона, между ми и фа, мы же не будем писать ми диез. В домажоре это очевидно. Но если мы имеем дело с тональностью, где, например, много знаков, то нам нужно представить, как эта тональность звучит, как эта гамма будет играться. Если вы играете на пианино, представьте, в какой аппликатуре вы играете. Если вы играете на скрипке, представьте позиции. Да, вы же чувствуете, где у вас полтона пальчик, а где тон. Это совершенно разные ощущения. Играете вы на других инструментах, но вот эти ощущения ваши игровые, они сразу вам подскажут, как играется гамма. Если вы не играли гамма, значит, играйте простой совет. Значит, смотрим дальше. Второе правило. Какая-то ступень еще не повышается. В мажоре это шестая. Почему шестая не повышается? Это связано с правилом тональности первой степени родства, или аккордов первой степени родства. Что это за аккорды? Это аккорды, которые строятся на звуках и от звуков нашей гаммы. В до мажоре это аккорды на первой, четвертой, пятой ступени. Это тоника субдоминанта-доминанта. И их три параллельных минора. Это шестая, вторая, третья ступень. Первая, четвертая, пятая. Шестая, вторая, третья. Три мажора, три минора. Что осталось? Осталась седьмая ступень. На этой седьмой ступени нету ни мажора, ни минора. То есть аккорд седьмой ступени не может стать временной тоникой, и к нему не нужно делать вводного тона, соответственно. Что из себя представляет хроматическая гамма, если мы ее гармонизуем? До мажор, доминанта к ре, до диез. Дальше доминанта к ми, ре диез. Ре диез ми, к фа мажору. У нас и так есть звук. К соль мажору, это фа диез. К ля минору, соль диез. А к си не будет хроматизма. Точнее, хроматизм будет, но он будет называться си-бемоль. Будет так звучать, си-бемоль, а не ля диез. То есть шестую ступень мы не повышаем, потому что на седьмой ступени уменьшены трезвучия. При движении вниз, что происходит? Вниз мы понижаем, если мы вверх повышали ступени, вниз мы понижаем все, кроме, опять же, тех же ступеней, которые повышать не нужно. То есть первую ступень мы не можем понизить вниз, потому что после первой идет седьмая. Также мы не можем понизить четвертую ступень, потому что после четвертой идет третья. Это не нужно запоминать в правила в этой ступени. Не засоряйте лишней информацией мозги. Не понижают вниз пятую ступень по правилам классической гармонии. Именно пятую. Почему? Сейчас покажу гармонизацию. Здесь логика такая же, что и наверх движение. Мы не делаем вводный тон к уменьшенному трезвучию, который на седьмой ступени находится. То есть мы не берем доминанту к ней. А вниз гармонизация такая. Мы представляем каждый вот этот звук пониженный, как шестую пониженную к новой тональности. Си-бемоль это появляется, значит будет Ре-минор. Ля-бемоль появляется, это До-мажор. Гармоническая шестая ступень. Будет ли понижаться Соль-бемоль? Куда он нас приведет, если мы напишем Соль-бемоль в До-мажоре? В Си или Си-бемоль-мажор? Не будет здесь Соль-бемоля, потому что на седьмой ступени у нас строится... На седьмой пониженный, это не родственный аккорд, а на седьмой ступени уменьшенный трезвучий. Поэтому не понижение пятой ступени, а повышение четвертой будет. И это повышение четвертой будет гармонизаться двойной доминантой, скорее всего. Правильно? Дальше понижаем. Это была третья ступень. Понижаем третью, идем ко второй. Приходим в Соль-мажор и, понижая вторую, мы можем прийти либо в субдоминанту, либо это будет доминанта с пониженной пятой ступенью. Р-бемоль. Вот, собственно, и все правило вверх и вниз по мажору. По поводу пятой пониженной ступени могу сказать следующее. Она все-таки бывает. Вот такой ход может быть. Но это относится к блюзовой гармонии, к джазовой, где есть такое понятие flat five, пятая пониженная ступень, а джазовая гармония и классическая, они имеют немножко разные взгляды на нотацию и на название аккордов. Здесь не нужно эти вещи путать. Что касается минора, поскольку мажорные и минорные гаммы натуральные, они совпадают, например, до мажор и ля минор, то написание их будет одинаковым для до мажора и для ля минора, но ступени будут называться по-другому. Но это ничего не меняет. В до мажоре все диезы, кроме си бемоля. И в ля миноре этот же си бемоль он тоже будет. Только он будет уже не седьмой пониженной ступенью, а второй пониженной. Почему второй пониженной? Потому что в миноре уменьшенное трезвучие, уменьшенное, оно строится на второй ступени. Вот это. В до мажоре это седьмая ступень, а в ля миноре это вторая. То есть ко второй ступени мы не делаем вводного тона. Не будет ля диеза в ля миноре. Будет си бемоль. Но вниз хроматическая гамма пишется не так, как мажорная. А она вниз пишется так же, как наверх. И этому тоже есть объяснение. Если мы посмотрим, как мы гармонизуем, как один из вариантов гармонизации вниз. Например, так. Почему не может быть пониженных ступеней в миноре? Ну, например, посмотрите. Ля. Это ступень, как мы назовем. Соль диез. Седьмая повышенная ступень. Потом соль декар. А это? А это шестая повышенная ступень. В миноре есть такое понятие, как мелодический минор. Где шестая и седьмая ступень повышаются. То есть эти два звука, они всегда будут в фаде с и соль диез в лиа миноре. Не будет там ни лиа моля, ни соль бемоля. Дальше после шестой ступени. Пятая. Четвертая повышенная. Четвертая. Третья повышенная. Третья. Вторая. И вторая пониженная. Вниз минорная гамма пишется так же, как наверх. Есть еще один важный нюанс. Использование знаков двойного повышения и двойного понижения. Когда дети сталкиваются с этим в начальных классах, им непонятно, зачем писать фа дубль диез. Или какой-нибудь си дубль бемоль. Зачем? И почему нельзя написать вместо фа дубль диеза ноту соль? Ну, потому что это связано именно с правописанием. Мы повышаем не просто ноты, мы повышаем в ступени. Вот на примере. Смотрите. Вот мы возьмем ми мажор. Как мы будем писать? Первая ступень. Здесь четыре диеза. Фа, до, соль, ре. Повышаем. Сначала первая ступень ми, ми диез. Вторая ступень фа диез. Повышаем фа диез. Вторую ступень. Она будет называться фа дубль диез. Повышаем фа диез. Получается фа дубль диез. Дальше соль диез. Ля. Ля диез. Си. Повышаем пятую. Си диез. До диез. Шестая. А. Шестую мы не повышаем, потому что на седьмой ступени уменьшенное трезвучие. Значит, мы понижаем седьмую. Ре декар. Ре диез. Ми. А дубль бемоль используется для понижения звука, который с бемолем. Например, ля бемоль мажор. И вторая пониженная ступень. Вот это будет не ля бекар, а си дубль бемоль. И чем больше у нас знаков, тем больше вероятность, что нам понадобится использование вот этого двойного повышения или понижения. Да, есть способ для тех, кому это сложно. А сложно почему? Потому что, когда вы это сделаете раз сто, тогда это будет все быстрее и можно будет представить вами. Но для начала просто напишите гамму и пропустите между каждым звуком, чтобы у вас влезла еще одна нота со знаком. То есть, были расстояния между звуками. Написали, а потом подпишите ступеньки под этими звуками. И повышая каждую ступень, вы напишите гамму правильно. И держите в уме вот это правило, что нет повышения к уменьшенному трезвучию. Оно строится в мажоре на седьмой, а в миноре на второй. Все. Других правил держать не нужно. И последнее, что хочу сегодня сказать. Написание хроматических гамм у композиторов. Это такая интересная вещь, потому что, когда композитор пишет пассаж, какие-нибудь такие, хроматический, восходящий или нисходящий пассаж, то они не всегда пишут по правилам. Если пассаж стремительный и не предусматривает какую-то подробную гармонизацию, то композиторы часто игнорируют эти правила и пишут так, как исполнителю будет удобно читать. Или, например, в концерте у Бетхоина пассаж через всю клавиатуру, через несколько октав. Часть гамма он пишет стремительно, просто повышая все ноты, как удобно читать. А в конце последние ноты дописывает уже по правилам. Или в другом месте хроматическая гамма идет вниз. Пассаж аналогичный, только в другую сторону. И часть гаммы он пишет сначала, начиная по правилам, а дальше в других октавах пишет по-другому. Или, например, в этюде Шопена, какой-то 20-й, хроматическая гамма с экстами. Тут вообще невозможно понять, по какой гамме, если смотреть, какие он ступени повышает или понижает. Просто ему важно, чтобы это было написано и удобно прочтено исполнителем. Поэтому, если мы имеем дело с пассажами, то правила эти не работают. Да, и, конечно же, для чего, собственно, нужны вот эти правила написания хроматической гаммы? Не для того, чтобы мы умели написать хроматическую гамму вообще, потому что хроматические пассажи в произведениях композиторы пишут не по этим правилам, а для того, чтобы мы могли написать правильную мелодию, альтерированную. Правильно обозначить отклонение, чтобы по написанию мелодии было понятно, какая имеется в виду гармония, какие аккорды будут. Вот это важно. Это как правописание слов в языке «живший», «пиши» с буквой «и». Напишешь «ы», скажут «ты чего? Нормальный вообще человек». Вот здесь примерно то же самое. Если вы учитесь музыке профессионально, то нужно учиться писать по правилам. Вот это если вкратце объяснить. На этом мы закончим и благодарю за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok